Всем доброе утро! Просыпаюсь, захожу к маме, а у неё здесь вон чего творится. Всем привет! Немножко надо корм взяла. А то она слабая, её немного обижают на улице. Ей, наверное, меньше всех достаётся. Чернику занесла домой и кормит. Ещё и Маруськиным кормом, да? Угу. А что, скажи, я не заслужила вкусняшку? Я на особым положении? Или Маруся у вас на особым положении? Барыня эта. Она вон лежит, так зло смотрит. Ой-ой-ой. Так зло смотрит. Да, Маруся? Они как бы её не объели. Не бойся, не бойся. Не бойся, кушай, кушай, кушай. Она ещё боится. Она вообще шугливая? Она уже доверяет мне, уже даёт погладиться. А то только глянешь на неё, она бегом куда-нибудь закрывала. Вон, видишь, уже проверяющая ходила в твою спальню. Их сюда как мёдом. Перед закрытой дверью всегда скажи. Скажи, что с тобой случилось? Ты меня к себе взяла, да? Что такое, скажи? Что-то недоброе, да? Нет, всё нормально будет. Покушала? У нас сейчас, если её вот на улицу не выпустить, она сейчас в самый дальний угол запрячется. Её потом оттуда... Она очень хитрая, да? Да. Как мы её зимой искали? Отпусти, скажи, меня. Отпусти, скажи, быстро. Давай-давай, бежи, бежи. Поёл, поспал и в добрый путь. Убрать посуду не забудь. Нужно ей дать? Не поел, поспала, поел, попил и в добрый путь. Ага, пошло. Всё, пусть немножко походит дома, а то её вообще не стали пускать её сюда. Да и всех не пускаем, Фунтик сам заходит. Фунтик Серег иногда забегает, а больше никто, по-моему. Ага, Василиса как барыня заходит, но она чуть-чуть пройдёт, и она вольная птица у нас. Ей-то и не больно, надо это. Она не рвётся сюда. Просто, наверное, в поисках вкусняшки зайдёт, посмотрит, обломится ей что или нет. Вот такое у нас сегодня утро. На улице что там, ты уже ходила, смотрю, в кофте? Да, я пошла бельё повесила. Вчера постирала и пошёл дождь, я его оставила в чашке. Сейчас пошла вывесила, думаю, может быть, если даже и будет дождь, успеет выветрить. А тут и хмурые, да? Ну, ходят, да. Солнышка нет. Вот так через окно смотрю. Ветерок. Что такое? Лето нету в этом году, а? Покажи нашу гераньку. Я ж уже показывала. А, показывала? Вот такая геранька. Игольчатая какая. Мамина любимая, она уже запарилась с ней. Покажи, да покажи. Ну, а что, я такую никогда не видела, игольчатая. Ну, почему не видела? Давно этот сорт уже. Не видела. Обычные цветочки. Они разные, эти цвета бывают. Красивые. Может, тоже не все видели, как вот и я. Не знаю, ты сама говоришь, герань, надо выводить. Ну, она что-то нам не вдохнула. Чахлая какая-то, вот, всё время болеет. Поливаю так же, как и все растения удобрениями. И она никак не приживается. Только место занимает. Ну, у каждого своё место. Стоят же пока. Ну, надо, наверное, их всё равно вывезти. К Наташу поедем, отвезём. К простору Родины. Наташа, жди, мы тебе целый багажник загрузим. Какие у нас не живут. Хай у тебя живут. А от тебя других привезём. Как мы обычно делаем. Только-столько всё выведем, всё, больше не будем. Стоит к Наташе съездить, всё, опять полная сумка отростков. Герань у нас, правда, к дому не идёт. Я сколько и молодёжно пробовала. Она даже не зацветает. Это вот ещё благодаря, наверное, подкормке, что они цветут. И розочки цветут. Розочки розовые, да. Ты тоже показывала? Ну, в прошлый раз показывала. Но окно плохо показывает. Там всё засвечено. Сними сюда тогда, да. Это молодой цветочек. Она только первый дала. Махровая розочка. Розовая. А ещё красная у нас есть, да? Ну, не такая. Красная, это же мелкие вот так. Да, мелкие, как розочки такие настоящие. Мини-розочки. Вон я ей и всяких игрушек наставила. Чтоб играла. И подпёрла её, чтобы ей не тяжело было вилочкой. И всё равно. Какие-то они не такие, не компактные кустики. У людей как-то вот прям кругленькая, пушистенькая. Это я вот не люблю, когда они вот... Ну, их формировать, мам, надо. Ну, вот надо. Что ты думаешь, они у людей сразу компактные становятся? Их формируют. Я видела в роликах показывают. Прямо вот так руками безжалостно обламывают. Вот эту вот... Ну, вот формируют крону. Прямо руками вот так обламывают. А я осторожно, если срезаю там ножичком или ножницами. И всё равно. Уход вроде есть, а они не хотят у нас. Не хотите, поедете в другое место. На чистый воздух. Да. Чё мы? Кофе будем пить или чё? Будем пить кофе. Сейчас кашу будем варить. Какую? Манную? Можно манную? Не, манную не хочу. Давай геркулес опять. Мне понравилось. Геркулес можно. У нас же это... Привычка, к чему прицепимся, пока не найдёмся. Ты говоришь, у меня такая привычка. А ты любишь менять. Разнообразие. Ну, чё-то манку не хочу. Ну, кукурузную. Ну, ячневую. Нет, если ты хочешь геркулес, давай геркулес. Можно ячневую попробовать. Мы её не варили давно. Ты ж купила последний раз ячневую? Я купила в пакетиках. Это для гарнира. Нет, по-моему, ячневую. А, развесная тоже есть, да? Я уже не помню. Ну, продукт это в моей кладовой. Я же завхоз. Поэтому ты не помнишь. А я знаю. Я, как домовёнок, всё пересчитываю, что есть, чего надо. Ага. Давай, пойдём варить кофе тогда. Будем завтракать. Мама варит кашу, а я готовлю себе кофе. Турочка у меня, конечно, ещё с советских времён. Не обращайте внимания. Но она очень-очень удобная. Экологически чистая. Это я здесь пыталась её очистить всякими средствами. И видите, как немножко неэстетичный вид у неё теперь. А варит мне в ней очень удобно. У меня есть кофеварка ещё. Ну, я в ней пользуюсь редко, потому что там дольше. Здесь быстро раз-раз налил, на газ поставил, и вот тебе готово. А там и мыть её дольше, и собирать её дольше. Поэтому по старинке пользуюсь туркой. Красавица сидит. Такая кошечка послушная стала. Такая мягенькая вся она. Такая нежненькая. Да, сентябринка? У нас те, особенно Василиса, мощные такие, как калкурики какие-то. А это вся такая... Как не косточки. Какая-то нежненькая такая прям. Мягкая, да. И эта вот, которую ты занеслась сегодня, черника такая же. Черника такая же, да. А те, и вот муська даже, они такие упругие. Упругие. Да? Большоглазка. Упоглазка небольшая. Да, упоглазка точно. Цветок, видите, у нас уже в три бутончика расцвёл. И эти уже поспевают. Ну что? Ой, а что свет-то не включили? Да, включу. Во, со светом повеселей. Сорока-сорока кашу варила. Иру кормила. Иру каких деток? Какую ты сварила? Ячку? Да. Это что, очень удобно. И полезно, и сытно. Да, да. Ложечку тебе БУ, которой я кашку варила. Мой кофеёчек. А себе чайную. А ты что, будешь пиццу кори? Да. Сейчас я, наверное, масло вот это достану. Надо его доедать. Да? Давай. Наши топлёные. Ага. Надо купить, кстати, ещё одну банку. Сейчас Настя, когда приедет, блины, наверное, будем делать. Наши коронное блюдо с ней. Ну да. Куда что столько масла? Кашу маслом не испортишь. Знаешь такую поговорку? Знаю, знаю. Чуть больше масла, тем вкуснее каша. Ой, пролила мимо. Ну, сейчас я себе ещё типури налю. Пролила. В камеру смотрела, а не испоканы мимо. А ты желатин уже не пьёшь, всё? Всё, я закончила. Вчера закончила или всё? Позор вчера закончила, да. Ну, теперь отдыхаем, а потом вместе начнём. Я тоже буду пить. Через месяц утопила. Лето отдохну. Всё, красота. Угу. Сентябринка караулить чернику, да? Ну, я интересуюсь, как это сюда зашли. Кашку берём. Сегодня без огурцов и без колбасы? Пока одну кашку. А потом второй ланчик, когда будет, тогда огурцы и колбасы. Кашку берём. Ну, хорошо. Не знаю, будут, мои господа, такую еду или нет. До вечера посмотрю, потому что, ну, нету кусками мяса прям. На, черничка, будешь кушать? На, черника. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Иди. Хотя бульон здесь всё хорошее, видите? Гречка и рожки у меня здесь, макарошки. Ну, вот, черника понюхала и ушла. Так сейчас, наверное, и все остальные. Беда с этой кормёжкой у нас. Ещё никого и нету, блин. Давайте, будете кушать? Сентябринка, она молодец, она всё ест. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Нету остальных, нету. У нас, видите, что происходит? Опять, опять бардак у нас творится. Фунтик, пойдём, пойдём. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Давай, покушай, покушай. Кашку покушай. Кашку покушай. Пойдём. Кашку, кашку. Кашку сварили, малашку. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Никого, но проголодаются, придут. И тут Мусю решила тоже подкормить. В неё он кашу поставил, она даже тоже не притронулась. Кашки. Ой, сейчас лотки надо перемыть. У Муси тут уже бардак конкретный. Сейчас поставлю яйца варить. Хочу яйца фашировать. Пока яйца будут вариться, надо лотки мне перемыть. Муся ест. Ну, пока, конечно, только мясо. Но, не знаю, может, рожки доест. Я тут посуду мою и решила поставить яйца. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать штук, наверное, поставлю, сварю. И хочу пофашировать их с консервой. Желтки с консервой смешаю. Ну, сейчас всё по ходу будем делать. Ну, что ж, пока варятся мои яйца, я буду готовить начинку. Вот такая вот у меня будет консерва. Сейчас в чашечку сложу консерву, вилочкой разомну. Потом лучок порежу туда. Потом желтки. Всё это смешаю с майонезом. Перчик туда. Не знаю, чесночок с рыбой идёт или нет, не знаю. Надо подумать. И всё. Будем фаршировать. Сейчас они покипят. У меня минут семь буду доставать. Сейчас буду чистить лук. Лук-лучок, лук-лучок. Лук-лук, лук-лучок. Ой, я ножик этот подточила. Он прям остренький стал. А то никто уже не хотел им работать. Тупой, тупой. Оказывается, его просто надо было подточить. Да что-то прилипло ко мне. Как можно мельче надо порезать лук. Как можно мелкими-мелкими кубиками. Ай. Что-то я не знаю. Позавчера, что ли, ещё захотела эти фаршированные яйца. Думаю, что-то давно не делали. Надо сделать. И вот сегодня, думаю, дай-ка сделаю. Наверное, у меня половинка лука и хватит. Дам мне столько лука. У меня не будет столько начинки. Всего одиннадцать. И яичек я поставила дарить. Одиннадцать яичек. Ой, ой, ой. Вот так, помельче прям. Можно вот так сделать. Можно было бы и зелёный лучок ложить. Но мне почему-то с консервой, кажется, должен... Ну вот я там прям ощущаю репчатый лук. Ой, у меня всё упало тут, я и не вижу. Вот так порезала чашечку его. Ой, блин, так и знала, что сломаю. А вот как теперь мне открыть? Знаете, у меня всегда болезнь. Я не умею открывать банки ни с кукурузой, ни с горошком. Всегда их насилую. Вот, видите? Наверное, надо слить немножко жидкости вот этой. А то будет... А то будет слишком сочно. Вот так сливаем. А если что, потом добавлю, если она понадобится. Ну, я думаю, что не понадобится. И сюда вытряхаем. Вилочкой, аккуратненько. А если останется начинка, я намажу хлеб. И будут как бутерброды и всё. Всё, вот так сейчас разомнём. Добавим сюда желтки. Сразу вспомнила салат мимоза. Их раньше ещё мы только не делали, да? И мимозы всякие. Мы и шубу уже, кстати, давно не делали. Ммм, вкусно, девочки. Мальчики, очень вкусно. Надо исправить этот момент. Надо поготовить вкусняшки всякие. Оно больше собираешься. А готовить-то не так уж и долго. Больше настраиваешься. Так, я пойду гляну, что у меня там яйца закипели. Нет? Кипят мои яички, закипели. А я буду делать их вот в такую формочку. Смотрите, мне ещё на 8 марта дарили. Пришёл её звёздный час. Сейчас я распечатаю, помою. Здесь, видите, вот такая прихваточка. Тоже нет у нас на кухне. Оба! Тоже будет в работе она у меня. И вот такой вот. Это, конечно, наверное, для духовки. Но я буду... Да, 220 градусов и держит. Можно в ней что-то запекать. Ну, а я сделаю яйца. На первый раз. Красота! Сейчас пойду сполосну её. Бумажки выкину. Сварились у меня яички. Будем чистить. Вот так, наверное. Нормально хоть сварила, не в смятку. Сейчас проверю. А то, может, ещё придётся доваривать. Плохо чистить. Не, нормально. Видите, что-то плохо чистится, как. Нормально. Водички я их замачивала холодно. Они у меня приостыли. И вот это уже хорошо чистится. Там, значит, можно просто... Само по себе такое было. Очищаем. Интересно, уже магнитные бури прошли, а? У меня опять болит голова. Что ей надо, не знаю. О, окномила. Ира, не торопись. Куда ты торопишься? И сюда. И сюда. Мне нравится, когда просто, например, желток с чесноком, с майонезом фаршируешь, уже вкусненько получается. А мы и грибами фаршировали, и просто зеленью, ну, по-всякому делали. Потом мода пошла на вот эти вот... Особенно, когда я в кафе работала, мы частенько украшали столы этими полянками. Мухоморчиками. Слышите, какой у нас форточка открыта, какой у нас ветер шквальный. Ой, мне еще надо оставить желтки на терочку сверху делать. Наверное, хватит. Эти оставим. Видите, бывают, какие прям распадаются, и все. Не собранное какое-то яичко. Поставила мясо, суп какой-то надо сварить. Какой, опять не знаю. Но какой-то надо. Тоже вытряхнем. Я думаю, что вот этот соус я сюда добавлю от рыбки. Сочнее будет. Все, вот так теперь перемешиваем. Сейчас я попробую, на вкус как получится. Я даже майонез, наверное, в начинку ложить не буду. Сейчас посмотрите, как я буду делать. Прекрасно. Просто великолепный вкус. Не пойму, надо сюда майонез или не надо. Нет, все-таки ложечку положу. Так, ложку надо взять. Вот чай ему возьму. Как раз сейчас я ей буду и фаршировать. Вот так положим немножко. Майонез домашний мама делала. И перчика черного надо. Перчика побольше можно. Вот такое месиво у нас получилось. Можно зелень, кто хочет. Я не хочу зелени сегодня добавлять. Белиссимо, белиссимо. Так, вот эту кастрюлю отсюда убрать, чтобы она, глаза нам не мозолила. Правильный ракурс я взяла. Меня-то и не видно получается. Смотрите, что я делаю. Я беру теперь вот эту форму и ложу сюда майонез. Вот так. И буду смазывать ее как бы. Это что вы знаете для чего? Чтобы, когда ты берешь яйцо, оно скользило. Это я недавно так увидела в интернете. Такой способ. Мне понравилось. Думаю, прям как салатик будет смотреться. Так. Теперь мы берем вот это. Берем яички и вот так хорошо-хорошо их наполняем. И переворачиваем вот так вниз, жопкой вниз, начинкой вниз. Что-то я так сказала, жопкой. Начинкой вниз. Мама зашла и говорит, так вкусно пахнет. Я говорю, чем она? Как консервы. Она на улице там гаражом занимается. Подбеливает эти латочки. Еще что-то. Там, по-моему, сейчас дождь пойдет. Сейчас, наверное, зайдет она уже. Посмотрите, может, кому-то тоже понравится вот так больше. Мне так больше понравилось. Мне кажется, они тогда не такие сухие получатся. Похоже на салат. Вот этот вот, хоть он и сломался, я все равно его вот так и положу. Безотходное производство у меня. Будет. Прямо так. Не стесняемся. Пополняем, ложим. Лица, конечно, что-то у меня какие-то несуразные. Вроде варила, красивенькие были. Что они так? И укладываем рядочками. У меня было 11 яичек. Посмотрим, все уложим или нет. Ну, постараемся. Сбоку как-нибудь притулю, если что. Мне кажется, это даже можно вот ждешь гостей. Быстро раз и сделал. Сейчас же люди, мне кажется, не заморачиваются. Уже прям такие столы, как раньше, не накрывают. Или это только мы не заморачиваемся. Не знаю. Ну, раньше мы вообще конкретно готовили. Такие столы накрывали всегда. А сейчас нет. Или ленивые стали, или жадные, не знаю. Уже что попроще. Вот. Даже еще бы одно могла поместить. Как прекрасно. Как прекрасен этот мир. Видите, у меня еще сколько остается начинки. Так что у меня, судя по всему, еще будут и бутерброды. Так. Вот что у меня получилось. Теперь я опять это все должна смазать майонезом. Вот так прям берем и размазываем. Чтобы это все было не сухо. Так можно делать, мне кажется, и от яиц шкарлупки, где-то мелкие попадаются. Можно делать не обязательно с рыбой. Можно и с чесноком также сделать. Я пришла к такому выводу. Что можно просто желтки с чесноком перетереть. Кто по бюджетней хочет сделать. И тоже будет очень-очень вкусно. Вот. Видите? Так. Хорошо все промазала. Со всех сторон. Сейчас возьму терку и буду натирать желтки. Желтки сделаю, как мимоза. Ой, сейчас терочку возьму. Терка, терка. Ветер, ветер, ты могуч. Вот обыкновенную мелкую терочку. И пошел. Далежали у меня нету багета для бутербродов. Придется с хлебом делать. А с кругленьким багетом вообще было бы хорошо. Равномерно так. Делаем, чтобы везде было равномерно. Тайшки. Тайшки. Как раз я удачно оставила желтки. Тайшки прям как раз хватило. Чутелька в чутельку. Все. Так. Смотрите. Можно по краям еще посыпать зеленью, кто хочет. Но я что-то зелень не хочу сегодня никуда добавлять. Сейчас я затяну пищевой пленкой, уберу в холодильник. Видите, как симпатично смотрится. Мне очень понравилось. Я думаю, что это будет очень-очень вкусненько. Пробуйте, девочки, кто хочет. Тоже не заморачиваться, что-то вкусненькое покушать. А я сейчас дамажу еще хлебушек порежу и дамажу бутербродики. Хлеб пока разморозила. Мы же хлеб в морозилку. Покупаем 4-5 булок. Убираем в морозилку. Потом достаем в микроволновке. И вот он получается как свеженький. Сейчас постараюсь вот так потоньше нарезать. Потоньше, потоньше. Один опять слишком тонкий сделала. Так, как разрежем? Вот так. Вот так, наверное. Говорю, багет бы в самый раз подошел. Хорошо было бы. Вот так, мажем хлебушек. Толстый-толстый слой шоколада. Помните рекламу? Ну, сюда я сверху, наверное, сделаю помидорку. Чтоб они не были такими серенькими и невзназрачненькими. Да, багет тоже, оказывается, надо держать в морозилке. Вот так, раз. Сейчас бы достала, разморозила. И все, что я об этом никогда не думала. Сейчас же вообще можно намазки разные делать. И с сыром, и с зеленью, и просто яйцо с чесноком. Да и масса-масса всяких вариантов. Хочу, чтобы вся намазочка ушла у меня. Поэтому, если что, хлебушку сейчас подрежу. Вот так. И один на пробу себе надо сделать. А как? Повар обязательно должен пробовать, что он готовит. Иначе, что он за повар? А вдруг невкусно? Вкусно. Очень даже вкусно. Все. Я упила двух зайцев. Яйца на ужин и бутеры на обед. Молодец, сыра, молодец. Сейчас еще и раз суп сварить. И хочу еще спечь баурсаки. Не знаю, что успею, но буду стараться. Мама сказала, сделай тесто. А я буду печь. У нас на разделение труда всегда идем. Ой, надо же помидорки сделать. Сейчас сделаем. Нарезала помидорчик. Сейчас эти верхние уберу. Прорезала. Вот так. Надень не хватило. Вуаля. Еще бы зелень. Надо все-таки, наверное, сходить. Или не сходить, не знаю. Не хочу идти в огород. Вот такие бутеры у меня получились. Мама у меня уже замешивает тесто. Сейчас быстро замесить. Пойдет дальше свои дела делать. Я там варю суп харчо. Решила сварить. Не показываю, потому что газ котельный. Вот на той неделе, или когда сюда газ сделаем, заказали уже баллон, чтобы переделали нам под этот... Как он называется-то, мам, скажи? Вентиль. Да. И будем уже здесь потом кое-что варить. Такое нежирное. У нас маленький баллон на редукторах были, но они что-то заедают. Сейчас они вообще некачественные, эти редукторы. Решили сделать тоже так, Вентиль. И все. Баосаки буду уже после обеда жарить. Обедать будем вот бутербродики мои знаменитые и суп харчо. Сколько оно должно стоять? Ну, с полчаса должно постоять. Ой, у меня больше будет. Ну, значит, больше. Пусть стоит. С полчаса я только суп даваю. Через полчаса. Еще хотели кушать. Так что пусть стоит. Часа три. Потом буду жарить. Перестань, яйца три. Будем по тесту смотреть. Ну, и вот и вуаля. Немножко полежи. Часика два-три, как я там управлюсь. И начну жарить. Парить и варить. Много получилось. Ну, чуть-чуть больше, чем на пол-литре. Потому что пока маргаринь, пока. Угу. То есть все. Пятое, десятое. Ясно. Побежал, у меня там зажарка горит. Хочу показать вам, какой я суп наварила. Видите, какой густючий. А где мясо-то мое? Ого, с горочкой. Ну. Сейчас будем пробовать. Доедаем супчик. Знакомый дом. С улицы захожу. С чем только плохо готовишь? Пахнет Грузией. Дочери говорю, о, Грузией пахнет. Ты что готовишь? Она говорит, суп харчо. Такой вкусный. Немножко, может, немножко густоватый. Но мне кажется, даже и по пропорциям он такой должен быть. Потому что в нем же картошки нет. Остренький. А сосед вам говорит, рисовый суп, есть рисовый суп. Острый такой в меру. Но я бы, конечно, поострее, Мамата. И твоя это, как ты называешь? Кинза. Кинза ее. Ой, какой запах. Да-да. Мама вот у нас чем занимается. Забеливает вот эту штукатурку. Да что-то щеточку взяла, как зубная. Зато наверняка. Экономия извести. Ага. А та сильно много берет и разбрызгивает. Да? А ты хочешь полностью бить или только пятна? Пятна пока. А, ну а потом полностью? Ну да, потом уже большой щеткой. Сейчас я в одной гуще беру. Ага. А это окно красить будем? Ну и может быть, мы в последнюю красили. Красил, разве нет? Или красил? Красил? Вот оно как-то стрёмненько покрашено. И вообще надо внутри белым делать, а ободки только зеленым. Видите, какой ветер у нас. Я сейчас по сути могу, я буду сзади жарить. В гости пришла Чика. Сейчас как? Чика. А, Чика. Чика же ее зовут. Шов как раз у нее, посмотрим. Ой, слушай, разгрызен? Нет. Вот, смотри. Это он рассасывается. Зайдется, разойдется. Помажь давай зеленкой. Да, там внутри уже сосуды. Сейчас помажем, ага. Давайте пришлем. Моя девочка, хвост уберите. Хвост уберите. Это мне кажется, это просто начало рассасываться. Ну дай бог, а тут что-то прям кровяное. Подожди, киса. Да ладно, ладно, все. Все, все. Киса, ты уже все веселенькая, бегаешь, все. Ты уже не рычит так, да? Уже не рычит, да, уже больно. Ты скажи, вы меня довели до истерики своими операциями. Зато ты теперь какая красавица. Гуляй куда хочешь. И с кем хочешь? Без последствий. Да. А я приступаю к баурсакам. Вот такое вот тесто. Сейчас подмешу его еще раз и буду раскатывать. Оно прям такое приятненькое. Мягенькое такое. Хорошее получилось тесто. Красота. Завтра у нас в Казахстане праздник Курбан-Айт. Поэтому я хочу, чтобы и на тормозок таким положить. Ну и чтобы вообще было. Раскатывать буду 6-7 сантиметров где-то. Скалочка маленькая у меня. Не знаю где дышать. Мама этот раз была и купила вот эти вот ножики для теста. Ножи или как их называют? Рязаки. Сейчас будем пробовать. Вот так, наверное, режет. Угу. Не очень-то много получилось теста. Сейчас пойду вкручу сковородку, пока будет растаиваться мое тесто. А я буду докатывать второй. Ужать, наверное, на большой надо. Вот так сделать. Ветер ужасный на улице. Прям ураганный. Прям ураганный. Я вот так накрою. Пойду включу газ. Пока то да сё. И как раз накалится масло у меня. Девочка, я уже управилась. Вот сколько у меня получилось. Уже сняла пробу с евриком. Ммм. Вкуснота. Да, и Эбрик тоже говорит. Очень-очень вкусно. Поздравляем всех с наступающим праздником. Всем счастья, здоровья, мира, добра. Всего-всего хорошего. Смотрите, мама тем временем уже заканчивает. Побелила гараж. Только вот окно здесь очень страшное получилось. Получилось страшное окно. Надо перекрасить. Хотела показать, как воробей. Как воробей клюёт усимки с чашки там. А он уже улетел. Испугала я его. Улетел он уже. Ну что, погода. То солнце, то не солнце. Видите, вот сейчас вышло солнце. Вроде и ветра нет. Вот чужой кот у нас лазит какой-то тоже. Как у себя дома. Пошёл в картошку. Погода не пойми что. Что за лето, да? Всё на одном месте. Все цветы на одном месте стоят. Ничего не растёт. Ничегошеньки. Видите? Что творится. Всё, ребят, на сегодня всё. Всем спасибо за просмотры. Спасибо за ваши лайки, за комментарии. Конечно же, за подписки. Всем пока-пока. Спасибо за просмотры. Пока-пока. Пока-пока.